Добрый день, многоуважаемые гости, участники мероприятия. Всех приветствую и благодарю за участие в работе Международного саммита языков и культур. В повседневной жизни язык, на котором мы говорим, очень часто воспринимается нами как нечто само собой разумеющееся. Мы нередко забываем о том, что язык является драгоценным достоянием человеческого общества. Он создается и совершенствуется в течение многих веков. Являясь незаменимым средством общения, язык в то же время концентрирует в себе общественную память, историю, опыт познавательной деятельности, мировоззрение и психологию. Без языка нет культуры, потому что именно язык является ее носителем, объединяя людей. Сохранение языков, этносов в современных условиях информатизации и глобализации – это проблема не отдельно для этого государства, а всего мира в целом. Сегодня родные языки, будучи тем стержневым элементом, на котором основывается культурная самобытность нации, как никогда нуждаются в исследовании и разносторонней поддержке. Очевидной становится угроза потери народами родных языков и этнонациональных культур, что порождает актуальную и масштабную проблему сохранения и развития родных языков и культур. Обсуждению этих и многих других актуальных научных вопросов и посвящено наше сегодняшнее мероприятие, подготовленное Казанским федеральным университетом при содействии Министерства образования и науки Республики Татарстан и Управления образования Исполнительного комитета города Казани. Мы от всей души благодарим всех, кто принимал участие в организации данного мероприятия. Особенностью нынешнего саммита является то, что в его рамках, наряду с четырьмя уже оставшими традиционными, ежегодными международными научно-практическими конференциями, проводятся семь симпозиумов и круглых столов на такие актуальные темы, как клиническая лингвистика, современные технологии КЛИЛ и КАЛ, современная тюркология проблемы и перспективы, цифер для национальных систем языковой оценки, родные языки поликультурной образовательной среды, сохранение художественной исторической среды современного города как духовного фактора культуры и литературная компаративистика. Сегодня вечером в рамках саммита откроется также новый сезон цикла образовательных интенсивов про наука в Казани, в Казанском федеральном университете. Мы назвали «Вечер науки. Перекресток семи наук». Его программа рассчитана на всех желающих горожан, начиная со старшеклассников, заканчивая лицами пожилого возраста, студентов и преподавателей высших учебных заведений, и, конечно же, наших уважаемых гостей саммита. В рамках «Вечера науки» будут работать четыре тематических площадок – русский язык и литература, татарский язык и литература, иностранный язык и литература. Также будет представлена широкая интерактивная программа, мастер-классы и выставки наших дизайнеров и музыкантов, квест и другие познавательные игры и мероприятия. Отчет особо я хочу акцентировать внимание на площадке «Русский язык». Как иностранный у нас вот эта площадка будет работать впервые. Вы, наверное, знаете, в рамках Института филологии и межкультурной коммуникации сегодня функционирует Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации, где преимущественно обучаются студенты из разных стран мира. В работе саммита принимают участие педагогические работники и руководители научных и образовательных организаций, связанных с теоретическим и практическим изучением проблем функционирования и развития языков и культур, ученые, аспиранты, магистранты и студенты высших и средних профессиональных учебных заведений из Республики Татарстан, порядка 30 городов и регионов Российской Федерации, а также ученые и исследователи из более чем 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Выражаю признательность всем откликнувшимся на наше предложение и принимающим участие в работе настоящего саммита. И несколько слов о наших планах. В следующем году предполагается провести наш саммит в еще более широком масштабе. По инициативе нашего коллектива, в связи с предстоящим 190-летием со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, некогда студента Казанского императорского университета, 2018 год объявлен годом Льва Толстого в Казанском федеральном университете и Республике Татарстан. Соответственно, мы и планируем приурочить следующий международный саммит языков и культур творчеству и деятельности Льва Толстого. И ориентировочно мы планируем проведение данного мероприятия в сентябре 2018 года, а если точнее, 9 сентября, в день рождения Льва Николаевича Толстого. Уверен, что международный саммит языков и культур послужит благотворному обмену информации результатами научных исследований между учеными-гуманитариями Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. А теперь слово для торжественного открытия международного саммита языков и культур предоставляется проректору по научной деятельности Казанского федерального университета Нургалееву Данису Карловичу. Дорогие друзья, гости, коллеги, я чрезвычайно рад открывать эту конференцию. Каждый год мы ее проводим здесь. Подобные конференции в этом году, она особенная, потому что это не просто конференция, это целый цикл конференций, больших конференций, и это саммит, так называемый, который посвящен очень важной проблеме, проблеме исследований и развития языков. И мне очень приятно, что это происходит в Казанском университете, университете, который сегодня очень большой, это федеральный университет. И я в самом начале хочу сказать, что Казанский университет входит в число 150 лучших вузов мира, где лингвистика представлена на таком мировом уровне. То есть мы входим в первые 150 университетов, где лингвистика имеет мировой уровень. Это очень приятно, потому что это привлекает к нам и студентов, и исследователей из других стран, не только из России. И действительно мы это видим, люди интересуются, понимают, что в Казанском университете происходит какие-то интересные вещи, к этому надо приобщиться. Это не случайно, потому что Казанский университет, это, наверное, в России один из первых вузов, где действительно возникла лингвистическая школа. Сегодня первая конференция будет посвящена основателям этой школы, Водон-де-Картане. И эта школа, она сегодня живет и развивается. И основные ее постулаты, которые были сформулированы еще ее основателем, они сегодня сохраняются и развиваются. Например, то, что одним из основных посылов школы Водон-де-Картане было исследование не только древних языков, но и современного языка, языка, который меняется. Действительно, наверное, это самое интересное и одно из самых ценных, то, что язык все время меняется, процесс своей жизни он меняется, и все думают, что язык вот настолько изменится, вот сегодня он меняется, он меняется всегда. И, конечно, вот я, так сказать, опять скажу, что, наверное, сегодня он меняется сильнее всего, потому что сегодня происходит масса интересных таких революций в мире. Сегодня, например, мы говорим уже не только о лингвистике такой классической, мы говорим о нейролингвистике, о психолингвистике, о социолингвистике, о этнолингвистике. Можно перечислять вот ряд этих наук, которые сегодня возникают, и люди действительно понимают, что язык — это концентрат всего, всего человека. И вот когда вы хотите понять какой-то народ, понять его менталитет, конечно, без понимания его языка, невозможно этого сделать. И только, наверное, человек, который глубоко понимает язык этого народа, может до конца попытаться понять, не родившись среди этого народа. И я еще хочу сказать о том, что сегодня в мире происходит революция. Она всегда происходит какая-то революция, но сегодня происходит вот эта промышленная революция, говорят, происходит изменение отношений к информации, ценности информации. Что такое информация? Если, скажем, 10-20 лет назад человек, который знает, например, наизусть Евгения Онегина, это было что-то такое, а сегодня для этого нужно надеть просто специальные очки, и, скажем, и читать с экрана очков, можно прочитать наизусть любую поэму, любое произведение. То есть вот это меняет отношение ко всему. Это изменяется, скажем, технология образования, педагогика, как обучать человека. Сегодня детям не нужно писать, потому что они могут надиктовать на iPad и получить все, что угодно. Скажут, вот я хочу посмотреть там такой-то мультфильм, или прочитать, прочитайте мне, пожалуйста, войну, Эмир Толстого, да, ему прочитают компьютер с выражением красиво, так сказать, именно нужно это читать, делать. Как это, к чему это приведет? Что будет с языком? Как люди будут понимать друг друга? Вот сегодня уже, вот, да, на этой конференции будут обсуждаться, скажем, способы обучения языку, да, сегодня таких способов становится каждым годом все больше и больше. Это языки онлайн, да, люди занимаются языком процессии, там, ну, просто вот, не надо для этого никаких учебников, просто засунул выше микрофон, так сказать, взял телефон и обучаешься языку. Действительно, таких технологий очень много, но буквально вот в ближайшие годы возникнут такие устройства, которые позволяют людям, которые, значит, не знают язык друг друга, общаться напрямую практически, in time, что называется, да, в одновременно, потому что возникнут такие переводчики. Эти переводчики будут очень быстро развиваться, потому что системы искусственного интеллекта, которые сегодня, вот, в мире все говорят об этом, да, они будут развиваться настолько быстро, потому что мы все в этом принимаем участие. Мы все будем использовать, ну, люди, которые не знают другие языки, будут использовать эти переводчики, эти переводчики будут развиваться за счет того, что мы их используем. Это будет, в ближайшие 10-15 лет произойдет фантастический взрыв в этом направлении. То есть люди начнут друг друга понимать, одевая просто кидроустройство. Как будет переживать вот лингвистика, вот это состояние? Конечно, я не говорю, что эта наука исчезнет или что-то такое произойдет. На самом деле получится колоссальное количество новых проблем, и их нужно будет решать. Я думаю, что мы мало представляем себе, что будет через 15-20 лет в этой области, потому что общение людей друг с другом и на очень глубоком научном, на таком действительно высоком уровне переводчиков будет происходить. Эта эпоха очень близка. Я думаю, что это новые проблемы какие-то. Но сегодня я хочу вас приветствовать здесь в этом зале, в Казанском университете, в Казани, который мы все любим. Это выдающийся город. Я всегда говорю, Казань разгоняет нас, мы разгоняем Казань, Казанский разогоняет Казань, мы двигаемся все вместе вперед. И мне очень приятно, что вы все приехали к нам. И я думаю, что вот эта конференция, это саммит, будет такой новой ступенью и для вас, и для нас в развитии нашей любимой науки, наших языков. Успехов вам, хорошей погоды, прекрасных друзей, новых идей. Всего самого хорошего. Спасибо. Доброе утро, дорогие господа. К сожалению, я не говорю на английском. Я не говорю на итальянском. И мой английский достаточно плох. Некоторые называют его итальянским английским. Но, тем не менее, добрый день. Первое, я бы очень хотел сказать всем органайзерам этого ивенту, что пригласили меня сюда. Это очень приятно, чтобы приехать в эту красивую городу и встретиться с людьми, которые я работаю с тем, что я работаю с тем, что я работаю с интернетом. Большое спасибо за то, что вы меня пригласили в этот чудесный город Казань. И мне было очень приятно встретиться с коллегами, которыми я раньше работал только дистанционно. И очень важно, что, как уже отметили предыдущие спикеры, это обмен идеями. Обмен различными идеями, так как мы работаем абсолютно на разных уровнях, в разных сферах. И это позволит нам в дальнейшем сотрудничать. Например, я видел, что программа сегодня, в этом симпозиуме о лингвистике клинической лингвистике, довольно интересная. И я не думаю, что мы имеем в том, что это в Италии, потому что я видел, что в программе есть очень много разных подходов, которые все приводятся к языку. И очень интересно, что особенно заинтересовало меня в программе, это доклады, посвященные языковые способности выражать свои чувства, например, чувства боли. И очень интересно посмотреть, как наши казанские коллеги с этим справляются и как они относятся к этой проблеме. Я также хотел бы, наконец, сказать, профессору Елена Горобет. Я надеюсь, что мы его прогноземы хорошо. Он был большой работой в эксперименте, который мы разработали в Италии, который был адаптирован в русском языке, в Казан. Я думаю, что это очень красивый пример, как наши два различных перспектива могут взаимодействовать и предпочитать нашу волю, чтобы обладать нашу знания о нейрокогнитивной базе языка и ее развития, и ее поведения. Спасибо большое. И отдельная благодарность хотелось бы выразить профессору Елене Горобет и работе, точнее, адаптации методики, которая была разработана в Италии. Это языковая оценка. И данная языковая оценка была адаптирована к русскому языку именно в Казани. И очень интересно посмотреть на эти нейрокогнитивные общие базы. Да, большое спасибо. Дорогие гости, участники и слушатели саммита, приветствую вас в качестве представителя Института тюркологических исследований Университета Мармара. Он расположен в городе Стамбул, в Турции. Этот учебник был в городе Стамбул, в городе Стамбул и Университет, в городе Стамбул, в городе Стамбул и Университет, А также, конечно, в мировой стране, мы сейчас помним. Мы находимся в Казан Мермера и университеты. Мы находимся в Казан-Университете, где мы находимся в близком к Earthу, в двух окружающих местах и находимся. и мы с вами встретимся и готовим. Первый момент, что у нас есть филиал на Университете. Мы находимся в Университете и готовим, что это в этом направлении. Второе, что у нас активно активно образуются в Университете. И в этом направлении мы со мной общаемся. Спасибо. 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 Почему очень важна работа сегодня, в частности, в вашем университете по изучению и продвижению русского языка за рубежом, и университет с этой работой прекрасно справляется. Недавно в нашем федеральном агентстве по делам национальности вручалась премия «Ключевое слово», и ваш институт получил первую премию за продвижение татарского и русского языка за рубежом. Конкретно наш российский комитет сейчас в этом году провел пять международных круглых столов по вопросам положения русского языка в мире и по вопросам языковой политики России. Эта политика касается и положения русского языка, и положения всех остальных языков народов страны, а их коренных языков около ста, а в стране у нас люди говорят почти на трехстах языках. И сейчас у нас вторая фаза, мы проводим сейчас мероприятие по изучению практики продвижения русского языка, образования на русском, обучения русскому языку через системы открытого образования. Это совершенно новое явление, мы находимся только в самом начале этого пути, вот на следующей неделе будет такое мероприятие в Якутии, в Якутске, в нашем давнем партнере, в ноябре будет, где в одной из стран Средней Азии, и мы очень хотим сотрудничать с Казанским федеральным университетом, в частности с Институтом филологии Казанского федерального университета. Приглашаем вас в сотрудничество, будем рады этому сотрудничеству, убежден, что оно будет в высшей степени плодотворным. И я хотел бы подарить Радифу Ревкатовичу вот эти вот международные документы, они сегодня являются основополагающими для международной политики сохранения языков. И коллеги из Каталонии говорят, что это Библия многоязычная сегодняшний день. Слово предоставляем Халяпиной Людмиле Петровне, доктору педагогических наук, профессору Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые организаторы конференции. Здравствуйте. Хочу прежде всего, конечно, поблагодарить за такую высокую честь быть приглашенной сюда, на эту конференцию. Я впервые в вашем городе, в университете. И поэтому очень интересно присутствовать на таком значенном мероприятии, как данный саммит, конференция, объединяющая такое большое количество ученых, студентов и так далее. Хочу передать слова приветствия от нашего федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Несмотря на то, что это университет политехнический, у нас есть гуманитарный институт, который также имеет направление подготовки лингвистика, теории и методика преподавания иностранных языков, перевода и перевода ведения. Поэтому в этом плане мы с вами близки. Мы реализовываем одни и те же программы научные и общеобразовательные. И я думаю, что наше сотрудничество будет в дальнейшем развиваться, расширяться и углубляться. Что касается тематики, вот предыдущие выступающие говорили о ценности лингвистики, современных направлений лингвистики. И я хотела бы буквально несколько слов сказать о ценности, необходимости дальнейшего развития лингвистического образования, языкового образования. В современном мире, в условиях глобализации, вы знаете, меняются также и задачи нашего языкового образования. Если несколько лет назад мы решали вопросы межкультурного взаимодействия, то сегодня мы уже переходим к вопросам поликультурного взаимодействия, формирования поликультурной языковой личности и развития полилингвального образования, мультилингвального, плюрилингвального. Сегодня появляются новые и новые термины и мы пытаемся, допустим, в нашей научной школе, я со своими аспирантами, докторантами решаем именно вот такие вопросы, чтобы готовить студентов, ученых, разбираться в этих научных направлениях, решать в дальнейшем вопросы вот этого поликультурного взаимодействия в нашем, в условиях нашего глобализирующегося мира. Вот это одно направление, а другое, о чем мне хочется сказать, это то, чем, как я вижу из программы, занимается ваш Казанский университет, это очень большое внимание и очень правильно делаете, что вы уделяете именно этнокультурному аспекту, национальному языку. Вот это вы знаете и понимаете, что в рамках глобализации это тоже очень важно. Глобализация сегодня предполагает не только власть и доминирование одной культуры, как это считалось раньше, англоязычной, американской, а сегодня задача в том, чтобы сохранить этнокультуры, национальные языки, и поэтому вот эта этнокультура в рамках глобализирующегося мира, ее сохранение, ее развитие, укрепление является очень важной задачей, которую решает ваш университет, которую решаем мы все, специалисты в области лингвистики. И я рада, что мы в рамках данного саммита будем рассматривать и данные вопросы, направления, и приходить к каким-то общим решениям, концепциям, которые будем рекомендовать для дальнейшего использования. Я хотела бы еще, пользуясь случаем, поблагодарить мою коллегу из вашего университета, Салихову Лялю Леонардовну, которая, собственно, меня пригласила сюда, и с которой мы активно взаимодействуем в рамках научного направления, которое называется билингвальное обучение, либо интегрированное обучение иностранным языкам и профессиональным дисциплинам, о чем я сегодня буду говорить в своем докладе. Спасибо большое. Уважаемые участники саммита, завершая торжественную часть открытия нашего мероприятия, я еще раз хочу поблагодарить наших глубокоуважаемых гостей, участников данного мероприятия. Большое всем спасибо и слово для дальнейшего введения передаю заместителю директора по научной деятельности Ермакееву Искандару Инглевичу. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники конференции. Добрый день, наши глубокоуважаемые гости. Торжественное открытие саммита языков и культур, международного саммита языков и культур состоялось. Саммит включает в себя целый цикл самых различных научных мероприятий. Это прежде всего крупных международных научных конференций, симпозиумов. Они мирно уживаются друг с другом, но по особому графику и право открыть саммит предоставляется одной из наиболее важных и наиболее интересных конференций. Иван Александрович Будуэн де Куртене и мировая лингвистика. Эта конференция проводится уже второй раз при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан, при поддержке государственной программы сохранения и развития языков Республики Татарстан. Первый раз она прошла с большим успехом в 2015 году. И вот сегодня мы с вами начинаем вторую международную конференцию Ивана Александрович Будуэн де Куртене и мировая лингвистика. И для того, чтобы ее начать, разрешите пригласить за стол президиума наших уважаемых участников, докладчиков на пленарном заседании. Итак, я приглашаю за стол президиума господина Андрея Марини, профессора, старшего научно-сотрудника научно-исследовательских институтов университета Удена, Италия. Я приглашаю за стол президиума Чернышова Маргариту Ивановну, ведущего научно-сотрудника Института русского языка имени Виноградова, Российской академии наук, доктора педагогических наук, профессора. Я приглашаю за стол президиума Халяпину Людмилу Петровну, доктора педагогических наук, профессора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Я приглашаю за стол президиума Мухаммедшину Рездуфаировну, доктора педагогических наук, профессора, директора высшей школы русской и зарубежной филологии, члена Совета по русскому языку при правительстве Российской Федерации. Я приглашаю за стол президиума нашего старейшего и наиболее уважаемого ученого Николая Геннадия Алексеевича, доктора педагогических наук, заслуженного профессора Казанского Приволжского федерального университета. Ну и, уважаемые коллеги, мы пригласили всех наших членов президиума занять свои места. Мы можем начинать. И разрешите мне на правах ведущего начать это пленарное заседание и начать его с выступления, с доклада, который посвящен развитию лингвистики в Казанском федеральном университете. История, современное состояние и перспективы. Уникальное географическое расположение Казани и ее научный культурно-образовательный потенциал способствовали появлению выдающихся открытий мирового уровня и формированию различных научных школ, как в естественно математической, инженерно-технической, так и в социально-коммунитарных областях. Все вы прекрасно знаете, что с Казанью связано создание неевклидовой геометрии, открытие химического элемента рутения, создание теории строения органических соединений, открытие электронного парамагнитного резонанса. Эти открытия, значимость которых очень сложно переоценить. Они связаны с именами великих ученых прошлого Николая Ивановича Лобачевского, Карла Эрнста Клауса, Александра Михайловича Бутлерова, Евгения Константиновича Заосского, Семена Александровича Альшулера. И вот в одном ряду с этими открытиями, гениальными личностями, прославившими Казань и Казанский университет и Российскую Федерацию, по праву находится основатель и яркие представители Казанской лингвистической школы. Это Иван Александрович Будуэн-де-Гуртене, это Василий Алексеевич Богородицкий, это Николай Вячеславович Крушевский, это Андрей Иванович Анастасиев и многие другие. Теоретические идеи представителей Казанской лингвистической школы, или как ее принято сокращенно называть КЛШ, уже на протяжении второго столетия продолжает оказывать благотворное влияние на развитие мирового языка знания. Эта школа характеризует единство теоретических принципов общей проблематики и научной программы исследований. В мировой лингвистике немного подобных научных школ, которые дали бы столько благотворных идей, так глубоко понимали бы задачи своей науки и перспективы ее будущего развития, как Казанская лингвистическая школа. Будуэн де Куртене и его соратники, и ученики заложили фундамент в исследовании фонемы, морфемы, синтагмы, других структурных элементов языка. Мировая лингвистика — это школа, признанная как образец прогнозирования науки о языке. Именно ее представители первыми начали применять математические модели в лингвистике с обзачинателями нового направления, экспериментальной фонетики. И, прежде всего, Василий Алексеевич Богородицкий. Они предсказали внедрение в языковическое исследование математического аппарата. Опережая свое время, Будуэн де Куртене и его ученики сделали несколько гениальных предсказаний о связи языкознаний с другими науками. Заложили в основу целого ряда междисциплинарных наук — психолингвистика, нейролингвистика, социолингвистика и другие. Именно они сейчас находятся на передовой развитии мировой лингвистики и развитии лингвистических исследований Казанского федерального университета. Так, например, в настоящее время в нашем институте успешно реализуется ряд неординарных междисциплинарных проектов, как проект по квантитативной лингвистике, участие в котором принимает один из ведущих специалистов этой области в мире, датский лингвист Сорен Вихмен. В OpenLab в лаборатории квантитативной лингвистики совместно с математиками, со специалистами в области информатики создаются лингвистические модели и программные средства, ориентированные на автоматизированную обработку русского и татарского языков, решаются важные научно-практические вопросы обеспечения функционирования русского языка в инфокоммуникационных технологиях. Запущены и реализуются целый ряд проектов, связанных с применением компьютерных методов в исторической лингвистике, таких как международный проект Typology of Quantification, такие как проект Вычислительная лексическая динамика, проект Вычислительная социология вместе с лабораторией социологических исследований Казанского федерального университета и ряд других проектов. Усиливы представителей КЛЭШ, в особенности Василия Алексеевича Богородицкого, в Казани была создана первая лаборатория экспериментальной фонетики и разработана совершенная для того времени технология экспериментального инструментального анализа фонетической системы языка звучащей речи. На втором этаже небольшой музейной экспозиции Вы можете увидеть тот прибор, который в своей лаборатории в свое время, более ста лет назад, использовал Василий Алексеевич. Это очень интересно и познавательно для новых поколений студентов и исследователей Казанского университета. Он был не просто создателем кабинета экспериментальной фонетики в Казанском университете. В технологии исследования он включал комплекс самых различных подходов, физический анализ, анатомо-физиологический, психологический анализ восприятия и понимания речи. Василий Алексеевич Богородицкий был смелым техническим новатором и изобретателем в области разработки и применения новых экспериментально-фонетических исследований. Многие методики он применял прежде всего на себе, делая себя информантом. Это ставит его в ряд многих выдающихся исследователей, как в области естественных и, как мы видим, и гуманитарных наук тоже. Методика палатографии, которую он разрабатывал, сейчас активно применяется при изучении основ артикуляционной фонетики. Ну и так далее и тому подобное. Вклад Василия Алексеевича Богородицкого очень велик. В следующем году планируется проведение специальной конференции, посвященной этому выдающемуся ученому. В настоящее время проблемы нейролингвистики вновь находятся в центре внимания казанских ученых. И проблемы, начало которым положили Ивана Александровна Буденде-Куртене и Василий Алексеевич Богородицкий, который придерживался последовательной дифференциации речи говорящего и слушающего, что сейчас входит в систему маркеров современного речевого действия и пытался создать полевую лабораторию по изучению живой диалектной речи, в частности, изучая не просто особенности речи, но и речевых патологий, речевых патологий, и на что нацелены современная психолингвистика и нейролингвистика. И наши лингвистики вносят весомый вклад в диагностику когнитивных нарушений и речевых расстройств. При нашем институте в рамках стратегической академической единицы трансляционной 7П медицина создана научно-исследовательская лаборатория клиническая лингвистика, в которую входят преподаватели и сотрудники нашего института, Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ, сотрудники отделения неврологии номер 1 университетской клиники КФУ, сотрудники детской городской больницы номер 8 имени Ратнера города Казани, врачи и специалисты самых различных профилей. И вот этот очень многообразный коллектив проводит исследования в русле развития персонифицированной медицины и персонифицированной профилактики стресс-индуцированных заболеваний у лиц пертильного возраста и пациентов с органической патологией церебральной нервной системы, а также в русле создания новых реабилитационных технологий для детей с проблемами развития. И эти исследования направлены на оптимизацию исследований в области функциональной неврологии. Работа ведется на передовой, на базе клиники КФУ, появление которой в университете предоставило возможности для развития целого ряда совместных междисциплинарных направлений, а также на базе детской городской больницы имени Ратнера города Казани. Направление связано также с изучением нейропластичности при привлеждении центральной нервной системы, разработкой методов совместной нейрологической, нейролингвистической, нейрокогнитивной коррекции речевых функций пациента. Осуществляется исследование зон головного мозга, ответственного за речь с помощью методики нейровизуализации. И вообще в рамках программы повышения конкурентоспособности Казанского федерального университета, участника проекта 5 ТОП-100, который сейчас реализуется в России, начат, считая реализации, можно сказать так, нового научного прорыва, междисциплинарного прорыва, который называется когнитивные и нейролингвистические технологии персонализации образования и реабилитации детей. На стыке проблем лингводидактики, педагогики, психологии, психолингвистики и клинической лингвистики, нейролингвистики, неврологии, нейропсихологии. Это очень интересное, оригинальное, современное и действительно прорывное исследование, которое предполагает объединение усилий ученых различных специальностей из самых разных городов России и всего мира. В частности, уже выступавший перед вами господин Андрей Марини, один из полноправных и очень ценных участников этого проекта. В качестве результатов мы ожидаем получить универсальные диагностические, реабилитационные и в том числе и образовательные технологии, основанные на лингвистически валидном материале, психо- и нейрофизиологических методах, которые могут быть внедрены одновременно и в реабилитационный процесс, и в образовательный также. То есть в значительной степени оригинальность этого процесса, его взаимосвязь, тесная глубокая увязка с естественно-научными, физиологическими, нейрологическими основами этих процессов, что дает возможность совершить прорыв как в области образования, лингводидактики, так и в области клинической и нейролингвистики. Казанская лингвистическая школа внесла много идей в разработку теории словообразования. Одной из таких идей является попытка изучать словообразование и словоизменения параллельно. Одной из таких идей является Казанская лингвистическая школа, рассматривая словообразование как часть грамматики, морфологии, отмечает как сходство словообразования с формообразованием, так и различия, относя к последним, прежде всего, функциональные различия. Словообразование служит, я цитирую, для получения нового собственного значения слова, тогда как флексия служит для показания отношений между собственными значениями слов в предложении. И эта теория стала одной из ведущих проблем казанской лингвистики 20-го, и, можно сказать, сейчас и 21-го века. Разработкой этих проблем словопроизводства под руководством знаменитого ученого Виталия Михайловича Маркова занималась и занимается целой группой известных ученых нашего университета. И одна из секций конференции «Вопросы морфемики и словообразования в интерпретации КЛШ и их дальнейшее развитие» посвящена памяти Виталия Михайловича. Казанская лингвистическая школа внесла существенный вклад в развитие тюркологии, возникновение Казанской тюркологической лингвистической школы, которая связана, прежде всего, с преподаванием в Казанском императорском университете восточных языков, еще начиная с начала XIX века. И оно сопровождалось активной научной деятельностью по изучению литературы, фольклора, быта и обычаев, и носителей. Научно-методические направления Казанской тюрко-татарской лингвистической школы нашло воплощение в первых учебниках, грамматиках татарского языка, таких как учебники и словари выдающегося татарского просветителя Каюма Насыри, где описаны основные грамматические явления татарского литературного языка. И надо сказать, что наш институт и наш университет чтит имя этого замечательного педагога и ученого. Более того, по нашей инициативе, на нашей базе создан специальный институт Каюма Насыри, по прообразу института Геота, института Сервантеса, института Конфуции, который занимается многими вопросами, в частности, вопросами продвижения за рубежом татарского и русского языков. И вот как раз сегодня Евгений Иванович Кузьмин и говорил о том, что этот проект, связанный с институтом Каюма Насыри, получил первое место и гран-при на конкурсе проектов по сохранению и развитию языков, который организовывало Федеральное агентство по делам национальности. В настоящее время в нашем университете созданы обобщающие труды по татарскому языкознанию, составлены и изданы многие словари татарского языка и учебники для высших учебных заведений. Активно работают представители тюркологической и лингвистической школы. Реализуется ряд интересных проектов, связанных с татарским языком, в рамках государственной программы сохранения и изучения и развития государственных языков Республики Тарстан. Ну, кратко разрешите мне представить эти проекты, они будут представлены на слайдах. Это, прежде всего, онлайн-школа татарского языка «Анатолия». Бесплатные образовательные инновационные программы для всех желающих изучать татарский язык в России и за рубежом. У нее более 10 тысяч пользователей в России и во всем мире. Это проект скорой лингвистической помощи, который оказывает лингвистические и концептуационные услуги по русскому и татарскому языку. Это проект Института Каюма-Насыри, про который я уже говорил, который поддерживает и публиализует развитие татарского и русского языков и культур в странах ближнего и дальнего зарубежья. Это Центр языковой сертификации по татарскому языку, который занимается разработкой и созданием тестов проведения языковой сертификации в соответствии с мировыми стандартами в области тестологии и сертификации. Недавно наш университет несколько лет назад специально вошел в АЛТЭ, в Европейскую ассоциацию тестеров языковых. Является его полноправным участником и представителем. И те исследования и те разработки, которые осуществляются в рамках этого проекта, они апробируются и признаны мировым научным сообществом. Это проект научного журнала «Татарика», который был основан в 2013 году. Издается на трех языках – английском, как основном языке, татарском и русском. И рассказывает о результатах деятельности отечественных и зарубежных ученых в области языка, литературы, истории, фольклора, философской, религиозной мысли, образования, культуры и искусства татарского народа. Он тоже издается на базе нашего института, и его главным редактором является директор нашего института, уважаемый Радий Фрикатович Замаледдинов. Продолжая говорить о Казанской лингвистической школе, надо вспомнить, что в ней разрабатывался также метод относительной хронологии, один из исторических методов изучения языка. Использование историко-сопоставительного метода заложило основу будущих научных исследований, которые проводились на протяжении всего XX века и продолжаются в веке XXI. Так, например, благодаря исследованиям в области палеословистики, которые проводятся в рамках компьютерной лингвистики с применением современных инновационных технологий, сравнительно историческое направление Казанской лингвистической школы продолжает активно развиваться дальше. И сотрудниками университета создана уникальная казанская коллекция интернет-изданий, славяно-русских рукописей и многое другое, что вы можете увидеть сами перед собой на экране на слайде. Кроме того, надо отметить, что в казанской коллекции интернет-изданий размещено множество ценнейшего историко-лингвистического материала. В частности, одна из новых подлинной цифровой копии рукписи Паренсиса Ефима Серина XIV века. Вот фрагмент ее вы тоже можете видеть на экране, онлайн-фрагмент. Учеными нашего вуза ведется широкая деятельность в области корпусной лингвистики. В настоящее время созданы и создаются корпуса, содержащие материалы по истории русского языка. Вот вы тоже можете видеть их на слайде. Это и словарно-текстовый корпус русских пословиц и поговорок, это корпусы словарей русского языка XVIII-XIX века, словарей XXI века и многое другое. Чем гордятся, заслуженно гордятся ученые нашего университета. Надо сказать, что материалы этих корпусов и справочников, созданных на их основе, используются при составлении академических исторических словарей русского языка. Вот они тоже представлены на экране. Это классические академические словари русского языка XI-XV веков, словаря русского языка XVIII века и словаря обиходного русского языка Московской Руси XV-XV веков. Активно развивается деятельность ученых-лингвистов нашего университета в области корпусной лингвистики на материале татарского языка. В основном эти проекты вы тоже можете увидеть на экране. Это проекты оригинальные, это проекты, определяющие значительный прорыв в области развития татарского языка знания, в области перевода его на современные научные рейсы с помощью современных компьютерных и инфокуммуникационных технологий. Это и письменный корпус татарского языка, словарно-текстовый корпус произведения выдающегося татарского поэта Гадула Текая, ну и многое другое. Надо отдать дань и методическому опыту представителей Казанской лингвистической школы, которые органически сочетали теоретическую глубину и практику преподавания языка, прежде всего русского языка. Последовательный учет Будуэна-Ду-Куртане системности языка логически привел к поискам закономерностей этой системности при функционировании языка в речевом употреблении. И внедрение научных основ в теорию языка в практику преподавания блестяще было реализовано учеником Будуэна-Ду-Куртане Андреем Ивановичем Анастасиевым, одним из видных деятелей науки и просвещения Казанского края. Он был и одновременно инспектором учебного заведения Казанского учебного округа и директором Казанского учительского института, редактором журнала «Городской и сельский учитель», ну и, конечно, очень серьезным, значительным ученым. В конце XIX века в Казани вышла в свет грамматика русского языка Академия Василия Васильевича Радлова, которая стала первым по опытам подобного учебника для татар. То есть изучение русского языка татарским населением. И выдающийся педагог, тоже последователь Казанской лингвистической школы, который сам долгие годы преподавал русский язык, хорошо понимал, что грамматика чужого языка должна быть составлена иначе, чем грамматика языка родного. И при представлении этой грамматики он опирался на принцип учета особенностей родного языка участников. На этом базируется вся современная лингводидактика в области преподавания языков как неродных. Ну и серьезным ориентиром в области методики преподавания русского языка как неродного служит наследие Василия Алексеевича Богородицкого, который стремился сделать достижение лингвистической науки достоянием школы. Его небольшой труд о преподавании русской грамматики в татарской школе вышел пятью повторными отдельными изданиями в течение почти 70 лет с конца 19-го до середины 20-го века. Образцом научного обоснования методики обучения русскому языку как неродному до сих пор является разработанная Богородицким системой обучения русской фонетики в татарской школе, которая базируется на данных сопоставительного анализа звуковой системы русского с татарским языком, полученных в результате экспериментальных исследований. Именно Богородицкий впервые дал научное обоснование учета особенностей грамматической системы родного языка, учащихся при обучении русскому языку. Позднее этот принцип стал одним из ведущих в обучении русскому языку как неродному. И на основе разработки научных основ методов русского языка как неродного, который относится еще к, начинается второй половине 19-го века, базируется в современной казанской лингвометодической школе, которая исследует актуальные проблемы методики преподавания русского языка как неродного, взаимосвязанного обучения русскому и родному языкам, вопросы развития билингвизма и многое другое. Она ориентируется как раз на сложившиеся в казанской традиции обучение, так и на лингвистические, этнолингвистические, психолингвистические, лингвометодические изыскания последних десятилетий 20-го и начала 21-го века. Ну и необходимо сказать о том, что наш институт имеет тесное научное сотрудничество с рядом ведущих российских и зарубежных вузов, таких как и научных учреждений, таких как Институт русского языка, имени Миноградова, Институт лингвистических исследований Российской академии наук, Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Киссонский, Дрезденский технический, Геттингенский, Лодзинский, Венский, Софийский университет и университет УДНЭ, Италия и многие-многие другие. Высокая и публикационная активность наших ученых как в отечественных научных изданиях, так и в журналах, входящих в международные базы данных Скобуса и Бобов-сайенс. И надо сказать, что вот как раз узнаваемость наших ученых и наших педагогов и наших преподавателей нашей системы образования в мире, это стало трендом последних 3-4-5 лет. И в качестве маркеров успехов на данном направлении надо выделить тот факт, что в 2016 году Казанский федеральный университет впервые в своей истории и третьим среди российских вузов, вслед за Московским и Санкт-Петербургским госуниверситетами, вошел в число 200 лучших вузов мира по предметному рейтингу КУЭС, лингвистика. А в 2017 году в число 150 лучших, да, вот в топ-200 вы видите этот значок, который получил наш университет. А в этом году в число 150 лучших вузов мира по данному предметному рейтингу. Если сказать точнее, мы занимаем 117 место, и это очень серьезное продвижение за последние годы. Деятельности Казанского федерального университета в области изучения и развития и продвижения русского языка в Республике Тарстан способствовали и способствуют реализации двух крупных государственных программ Республики Тарстан. Это сохранение и изучение развития государственных языков, вы видите их на слайде, и реализация государственной национальной политики в Республике Тарстан. А также ведомственная целевая программа «Русский язык в Тарстане». И надо сказать, что ключевую роль в реализации данных программ играет именно наш институт, ученые нашего института. В рамках этих программ институтам проведено большое количество мероприятий для учащейся молодежи. Они также представлены на слайде, будьте добры, следующий слайд. Это самые различные республиканские конкурсы, олимпиады, фестивали, конференции и другие мероприятия. Ну, наиболее значимые из них также представлены на слайде. Ну, например, такие, как Международный молодежный научно-образовательный фестиваль имени Львани Толстого или Молодежный научно-образовательный фестиваль, посвященный Дню русского языка, и многие другие. Кроме того, в рамках этих государственных программ были проведены крупнейшие международные конференции «Иван Александрович Будуэнда Куртене» и «Мировая лингвистика». Надо сказать, эта конференция наша тоже проводится при спонсорной поддержке государственной программы «Сохранение развития языков Республики Тарстан». Научное наследие Богородицкого и современный вектор исследований КЛШ, прошу прощения. Русский язык и литература в тюркоязычном мире. Языки России и стран ближних и зарубежья, как иностранные. И многие другие. В Казанском университете накоплен большой опыт обучения русскому языку, как иностранному, студентов филологических и нефилологических специальностей. В частности, и научные исследования в этой области. Поэтому вполне логичным стало получение университета в текущем году статуса одного из главных вузов по тестированию иностранных граждан в области русского языка в Российской Федерации. Приказом специального Министерства образования науки Российской Федерации. И в рамках нашего института, высшей школе русского языка и межкультурной коммуникации, ежегодно обучается русскому языку более 500 человек. Из Китая, Японии, Вьетнама, США, Южной Кореи, Таиланда, Турции, Ирана, Польши, Викобритании и ряда других стран. Более того, все студенты иностранцы нашего университета, а это более трех тысяч человек, изучают русский язык на базе нашего института, высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации. В целях успешного выполнения поручения руководства страны в области продвижения русского языка за пределами России, наши ученые и преподаватели разработали концепцию проекта высокотехнологической онлайн-школы «Русское слово», целевой аудиторией которой должны стать студенты, бакалавры, магистранты, аспиранты российских и зарубежных вузов, мигранты, люди, желающие усовершенствовать свою языковую компетентность и многие другие. И наш университет, как один из крупнейших в России центров русистики, востоковедней и тюркологии, одновременно мог бы стать одним из ведущих центров, будьте добры, следующий слайд, онлайн-обучения русскому языку в странах тюркского и арабского мира. Мы готовы к реализации этого большого проекта и ведем подготовительные работы в этом направлении. Таким образом, можно видеть, что современная научная деятельность в области лингвистики в нашем университете очень тесно связана с теми корнями, с теми традициями, которые были заложены выдающимися предшественниками, учеными, представителями Казанской лингвистической школы. И мы справедливо полагаем, что наша задача заключается и в сохранении, и в максимально удачном развитии идей ведущих представителей этой школы, к которым мы причисляем себя тоже. Поэтому приглашаем уважаемых гостей конференции прежде всего к активному участию в этом развитии и к тесному сотрудничеству. Большое спасибо, благодарю вас за внимание. Если у вас есть вопросы и будут вопросы к докладчикам, просьба их формулировать в писанном виде, передавать сюда засол президиума, и потом, я думаю, что мы сможем оперативно на эти вопросы ответить. Ну и, пользуясь правами, в данном случае, ведущего полинарного заседания, я хотел бы предоставить слово для следующего доклада нашему гостю из Италии, господину Андрея Марини, с его докладом о том, что характеризация о лагерном упражнении, от исследования до реабилитации. Извините за этот длай. Я буду пытаться быть аккуратным, но не слишком долго. Окей, я также имею в виду, что я знаю, как много времени я имею. Окей, так, мы будем поговорить о потребностях квадратных мероприятий для характеризации лагерного упражнений, но не только для того, как и для того, чтобы использовать эти мероприятия, вместе с нейропсихологическими мероприятиями, для того чтобы получить более качественные характеристи и характеристики лагерного упражнений. Мы будем поговорить о многих вещах. Во-первых, мы будем просто представить два основных элемента лагерного упражнения лагерного упражнений. И мы будем... Что случилось? Окей. Это не... Окей. Там мы будем... Да мы будем... Позже мы будем обладать Нарротные коррелы, которые мы собираемся, я надеюсь, это работает. Давайте посмотрим. И мы будем оценивать реабилитационные perspectives. И, наконец, на дальнейшем дальнейшем в аналисе. Это программатика и нарративная дискорсия. Почему мы должны делать это? Ничего не надо. Пах! Поехали! Почему мы должны делать это? Потому что, в последние годы, в моем лабе, вместе с другими лабами, мы разработали эту линкуистическую линку, которая focuses на двух микро- и микро- лингвистических aspects. Безусловно, это работает в администрировании с изображения. Это может быть обычные изображения или вигнеты, composed of six different scenes each, и пациент needs to tell a story. It's basically a descriptive story. And what he tells, he or she tells, is recorded and then must be analyzed in order to get information about his productivity levels, about his lexical production skills, grammatical production skills. This is the micro-linguistic analysis, and then about his ability to keep the cohesion of a narrative text, the local coherence and the global coherence of a narrative text in order to achieve a final measure, which is very, very important, which is called lexical informativeness, which is basically the main core linguistic ability of the subject, what he can deliver, what kind of information he can deliver from a qualitative point of view, irrespective of other considerations. This technique has been used on several passions, both adults and children. Adults, we have studied aphasic individuals with vascular lesions, people with Alzheimer's, dementia or other kinds of dementia, so slowly progressing disturbances and also schizophrenia, but also with children with different sociologists, from preterm children to late talkers and children with the primary language impairments up to children with the mental retardation and different genetic origin origin syndromes, like Down syndrome or Willem syndrome and so on, and ASD disorders, autism spectrum disorders. My focus today is just on one tiny aspect of this analysis. What can this kind of analysis tell us about the real linguistic skills of a particular category of passions, mostly adults, and these passions are traumatic brain-injured individuals, individuals who suffered from a closed brain injury for a car accident, because they fell from a tree or whatever, and their communicative impairments. You must say, you must understand that many of these people do develop aphasic symptomatology, but there are also many of these people who do not do this. They simply are clear in standardized, traditional, aphasic battery of tests. and still, their narrative speech is often perceived as in other ways, is not getting to the point, somehow tangential. So, this means that a micro-linguistic analysis alone is not sufficient, not at all, to characterize their kind of disorder. So, I would have liked to show you, but I will talk about this, it's not a problem. I would have liked to show you some studies that we have done in my lab with this kind of passions. The first one is a study in which we recruited two groups of individuals. It's a group of passions with traumatic brain injury who did not suffer from aphasic symptoms, so they are, aphasically speaking, clear, okay, from a lexical, grammatical, phonological point of view. However, their communicative performance and linguistic performance has been compared to the one of a group of controlled individuals with no sign or neurological damage, no history or neurological disorders. And their narrative skills have been assessed and the analysis showed that even if these passions, traumatic brain injury passions, know a sign of aphasia, even these people did have several problems from a micro-linguistic point of view. Because when they were required to produce a narrative discourse, they actually had lower speech rates. This means that they were less able than controls to select more than many, many thousands of words in their brains, the ones needed for that kind of narrative discourse. And not only this, because from a micro-linguistic point of view, they even have some morphological problems. So, I would like to remark that these micro-linguistic abilities, difficulties, were not identifiable via a traditional, aphasiological test. But it's not only that, because these people had also massive macro-linguistic impairments. Indeed, their narrative language was characterized by several errors of cohesion. They did not contact, did not link together contiguous utterances via linguistic devices, like pronouns, co-referential links, and so on. they also had massive problems with local and global coherence. Mostly tangential utterances were produced by this group of people, and they identified fewer concepts in their stories. What is most remarkable is that the levels of lexical informativeness were very, very low with respect to controls. and as we had quantified such errors, we could perform some statistical, further statistical analysis, that focused mostly on the identification of latent factors, hidden factors, via a statistical procedure, which is known as factorial analysis. This is basically a principal component analysis, this kind of analysis. allowed us to find out, to sector out, two main factors, which were latent. We didn't see them, but they were explaining different difficulties. For example, this first factor, which has something to do with the ability to organize information within a spoken discourse, could explain their massive production of global coherence errors, mostly tangential utterances, and could explain the very low level of lexical informativeness. So, this looks like these two different measures were explained by a single factor, the ability to organize information. The other factor could explain another kind of impairment that we observed on these people, which were basically the reduced speech rate rate, and the massive errors in local cohesion, which were basically explainable from another point of view, because among the cohesive errors, there were also these sudden interruptions in their flow of speech, and this obviously reduced the speech rate. So, a reduced speech rate was not caused by a lexical problem, but was the epiphenomenon of something coming from the upper levels. The ability to monitor what was going on, and to keep in mind what has been already programmed, and so on. And this is interesting, because this first study showed us that probably, probably, the impaired microlinguistic processing found that these people could impair their lexical informativeness. But, is it really true? Because from that study we could not get so far. So, we planned a second study with different people, different traumatic brain injured individuals, and we derived, we found the same results, so we replicated the same finding, and this time we derived a composite score assessing microlinguistic impairments. This composite score had mostly five categories. The first one is a massive impairment at the macrolinguistic level. They had severe problems with local coherence, but also with global coherence. So, one is severe plus severe. These are ZAT scores, this is statistics, but I won't get into this. Two is a bit less severe, because they had a severe problem from the local coherence point of view, a moderate problem in the global coherence point of view. Three is in between, moderate plus moderate, to get to five, which is absent, absent. So, this person does not have macrolinguistic impairments at all. As you can see, this is the result of a regression analysis. In this regression analysis, we had a target variable, which was percent of CIUs, which is basically lexical informativeness. And in the analysis, there were the five potential composite scores that we have derived, and the five values for this composite score. As you can see, the composite score really predicts the level of informativeness produced by these people, in the sense that those who are scoring severe, severe, had the lower levels of lexical informativeness. Those who scored normal at the macrolinguistic level had the highest lexical informativeness skills. So, this is quite interesting, because we begin with the study, we began to explore the real reason why these people are not so clear to us when they talk to us. They never get to the point, and so on. I just mentioned a final study on TBI passions. This has been published a few months ago. It's a study in which we replicated, again, the same findings, but this time we had a cohort of cognitive skills controlled for. And this allowed us to run some factorial analysis in a principal component fashion, sorry, in a structural equation modeling, which allowed us to further understand the region of these problems. This is what happens in people who have mild to moderate traumatic brain injuries. So, these are people who do not have massive problems after the brain injury. And in these people, you can see that we've sorted out two different factors, two main factors. Factor one explained the reduced speech rate, but in terms of two different tasks that basically assess the ability to remember novel words, novel word chains, novel lists of words. So, it's basically a kind of working memory, learning ability via verbal tool, via verbal mean. And not only this, because this also predicted the production of repeated attrances, which is another kind of global coherence error. But take a look at factor two. These are tasks, the Wisconsin Cardsorting Task, is a task which assesses basically executive functions, executive skills. And in particular, this measure, the categories in this task, predicts, predicts, is thought to reflect the ability to be flexible, to flexibly pass switch from a task to the other, from a strategy to the other in dealing with a given problem. And this is interesting, because in this case, the reduced lexical informativeness was linked with the errors of local coherence and was predicted by these executive skills. So, you see, language is not developing alone. It's not unfunctional alone. But we have a mean, if we quantify these abilities, to get into and take a look at the deep interconnection between language and other cognitive skills that really make a great part in the ability to narrate. And this is what happens with severe TBIs, those of the previous studies who had very massive problems from many points of view. In this case, we sorted out three factors. I would do a long story, very short, just to take it short and comprehendable, because I don't have the time to get into the details. just think that also here, the ability to generate lexical words, informative words, the level of informativeness, also here, is predicted by executive skills. The ability to monitor an ongoing procedure, to inhibit irrelevant responses, to remember updating what do I have in my mind, what I've been already saying, what I have still to say, but it's already been planned here. So, all this suggests that the ability to process informative words is a very peculiar skill. It's a new skill, actually, because this kind of assessment allowed us to quantify it for the first time, something like 15 years ago. And now, now let's do a step further. In our lab, we began already in 2008, so it's already 10 years ago, a series of experiments in order to disentangle the potential neural network, the potential epicenters of the neural network, subserving this very, very high complex ability. It all began in 2008, as I was saying, when we were studying the origin of the communicative disturbances in schizophrenia patients. As you may know, schizophrenia is a very important disorder, it's a brain disorder, basically, which leads to a progressive reduction of gray matter and white matter tissues in the brain. In fact, many of these people, around 65, turned into Alzheimer's dementia, because the level of connections is so reduced, so massively reduced, that they develop dementia. Now, in that study, we had found on a large court of people, of schizophrenia people, that indeed, they had massive macro-linguistic problems and that these problems predicted their lexical, grammatical, semantic impairments. So, it was a kind of a direct connection between the disability to plan, monitor, inhibit, ongoing speech, and difficulties at the lexical level. A small sample of that former cohort participated in this experiment in 2010. We asked these people to come to the lab and we ran a structural magnetic resonance imaging scan. We searched for BBM analysis. BBM stands for voxel-based morpheometer. It's basically a technique which allows us to quantify the volume of the grey matter, which means the neuronal nuclei and their dendrites, their connections, their branches from the nuclei, that set up their brain tissue. What was interesting in the study is that they reduced, the level of lexical informativeness was predicted by the reduced volume in this very tiny part of what is broadly called Broca's area. We are really in a very, very tiny region within BA 44, BA 45. It's really in between. In this area, so, such a massive problem produced, or at least was linked to the reduction in lexical informativeness. This is not sufficient because the neuropsychological perspective has demonstrated to be invalid because we cannot infer how a normal brain, a healthy brain is functioning, simply observing what's going on in a passion with a lesion, because a healthy brain does not work like the insane brain, the unhealthy brain, only minus the lesion area. It's not working like this. Now we know that. So, we planned a second experiment. In this experiment, in our lab, we recruited our students. Actually, it was not our students, otherwise they would have known too much. They were engineers, our best caveat in our case, because they don't know anything about language, so they cannot predict anything, otherwise you have a bias, a methodological bias. So, these students came, and they were involved in a TMS experiment. TMS is another technique, which is called transcranic magnetic stimulation. It's actually a device which transmits a magnetic electromagnetic pulse, very strong and very focused on specific parts of the cortex, only cortical areas we cannot get inside the brain, just the cortex. And we asked these people to narrate, tell stories, and perform other linguistic tasks. After they had this tiny part of the left hemisphere inhibited, like we found on the schizophrenia patients, in a certain way, we simulated a virtual lesion with this technique. It doesn't have any effects, any side effects, this technique. It's only that for those ten minutes approximately, a tiny set of neurons in that specific area is not connecting properly. Just that. In a second, in a controlled condition, they received an inhibition on the homolog area on the other side of the brain, just to control for, you know, a neural stimulation effect. You never know. A banal neural stimulation effect. And then there was a third condition, which is basically known as sham. It's a fake condition. I tell you that I'm stimulating your brain, but I'm not doing it. So, it's a kind of a placebo control. What is interesting, how to read these diagrams. I'm very happy that now it's working, otherwise it would have been very difficult to explain it by words, without a visual graphical sustain here. You have the productivity skills of these people. For example, we are very happy, because we were inhibiting a specific tiny part of the blogger's area, so there was the concrete risk that we are simply stopping their speech momentarily. In that case, you cannot perform a narrative analysis, obviously. But as you can see, white is sham. I'm not stimulating you, but you think you are. Black, I'm stimulating you on the side that I found atrophic in the schizophrenia brain. Grey, this one, I'm stimulating the other side of the brain. As you can see, productivity in terms of words produced, speech rate, words per minute, and mean length of utterance, how long are the utterances produced. There are no significant differences across the three conditions. However, their lexical informativeness was significantly reduced only when we inhibited the left epicenter. As you can see, this was significantly lower than both sham and right hemisphere inhibition. So, we wanted to do something more, because you said, okay, now we have the way to quantify this ability. It looks like we are spotting the neural networks subserving disabilities, but is there something practical? How can we transfer this knowledge from a clinical point of view? So, we set up a couple of experiments, in reality three experiments. We called back to our lab previous aphasic patients, chronic ones, old ones, over 70s, who had sustained a massive vascular lesion, ischemic lesions, basically ictus. And these people had already undergone a traditional rehabilitation protocol, but we know significant effects. These poor people were still non-fluent and still massive problems in expressing their thoughts. So, we called them and said, okay, you know what, you might come to our lab completely gratis. We would like to try with you a new technique. Let's see, we might help you. And obviously, they were very happy to come. And we performed the experiment. So, there were two different cohorts at the beginning of aphasic patients, non-fluent, with the characteristics I told you. They underwent a massive rehabilitation procedure. What is important is that for five days, okay, it worked like this. They came here in our lab. We performed a basic analysis of their linguistic, cognitive, and narrative skills. So, we had a T0. We had the baseline. Then, for five days plus five days, they came in our lab every day, one hour per day. So, ten hours in total in over ten days. And during this one hour, they received traditional rehabilitation, traditional. But, for 20 minutes, they received also an anodic stimulation, which means an excitatory stimulation, on the site we had found in the previous experiments. This was the first condition. In a second condition, they could receive the same thing over Wernicke's area, which is in another part of the brain, on the left side. And, in a third condition, so after another ten days, a sham condition. So, you know now, it's a fake condition, a controlled condition. Obviously, the types, the kinds of stimulation were randomized across participants. What happened? That, with respect to T0, T1 is the baseline for each condition. At T10, after the ten days, and we always had analysis to capture their improvement, we can see there is not a significant improvement in performance in the lexical information units in the sham condition, it's not significant after Wernicke's, but it's highly significant after Broca's stimulation, the epicenter we found in the left hemisphere. And what is most important, this was significantly better, much more important than the T10 sham and T10 in Wernicke's. So, this means that this technique can really tell us a lot, and can improve the rehabilitation of these people. Because these people also produce more verbs, and we could understand more syntactic structures in their fluent speech. Fluent. Semi-fluent speech, obviously. In this last slide, I would just like to show you what's going on in my lab, and not only in my lab, but in different labs with which I'm working together. Just to give you an idea of how far a quantitative approach, not a qualitative, but a quantitative approach can go. First of all, there is a line of research in search for the cognitive, environmental, and genetic factors that affect the language development. There are several studies, I show you only very recent ones. This is of last year, on preschoolers, sorry, on very preterm children. This one is with children with autism spectrum disorders. This is a study, a linkage is called, study. It's a study where the lexical, grammatical, and narrative skills of a cohort of children with primary language impairment, the so-called specific language impairment, and it's 700 children with this impairment. And 572 children with developmental dyslexia, so between 7 and 10 years old, gave us their saliva. And we processed their genetic code, the specifically targeting specific gene, which is a common variant of FOXP2. Okay, this string one, I'm not a genetist, so I will not go so far. But I would like to show you that their fluency rate and their ability to remember words can be linked to specific genotypes within this allele. Especially the AA genotype, you see, is negatively correlated with their fluency ability in the people with primary language impairment. This means that if you have a primary language impairment, and you have this allele, which is not normal, this part, not allele, this part, it's time. Oops, sorry, very sorry about that. Yeah, now I stop. It means that you are more prone to have these kind of problems. Also, studies focusing on the influence of working memory on language processing, which is quite important. But also neuroimaging and electrophysiological studies, assessing not only narrative skills, but also lexical and grammatical skills. And even the ability to process emotions via narrative tool, so that we can know more about this. Awake neurosurgery is a very promising technique, because during the neurosurgical operation, patients can be interviewed while specific parts of the brain are inhibited or exited. And this can be very, very interesting. Cross-linguistic issues on bilingualism, for example. Like studies assessing how bilingual competence can be restored after brain lesion, or can be implemented in children. And BVL 412 and its adaptations. I'm very happy that Professor Yeren Agorovets has participated to this adaptation procedure for Russian, because we already have three different studies assessing this, and also different versions. But this is really another story. This is also very interesting, a philological perspective. Really, you see, a quantitative approach can lead us to very, very distant places, that a qualitative approach alone cannot always do. And this is very important, because if we quantify these skills, we can really work on them and monitor the improvements across time. Thank you for your attention and sorry for delayment. Thank you very much. Thank you very much. We thank you Mr. Amarini for a very deep and non-co-evidently Надо сказать, что как раз исследование таких ученых, как он, вносит большой вклад в развитие современного тренда в области лингвистики, что эта наука все более и более переходит в разряд точных наук. Мы продолжаем наше пленарное заседание и следующее слово предоставляется профессору Николаеву Геннадию Алексеевичу с докладом на тему семинара Виталия Михайловича Маркова по слову образования к 90-летию ученого. Итак, Искандер Энгвич сказал, что Марков был одним из создателей, что ли, концепции словообразования в Казанской университете. Словообразовательная концепция Казанского университета рождалась не только в научных работах Маркова, но и на лекциях и научных семинарах, которые проводил молодой ученый в студенческой аудитории. Первый спецкурс по теории словобразования был проведен осенью 1957 года именно на нашем курсе, вот поскольку я и выступаю здесь с этим докладом. Когда мы узнали, что Италий Михайлович Марков собирается читать спецкурс по слову образованию, мы, пребывавшие в восторге от его блестящих лекций по старославянскому языку, несколько приуныли, так как думали, что будем заниматься скучными студиями по составу слова, чем мы занимались в курсе современного русского языка, прослушанном в предыдущем году. Действительно, как мы узнаем позднее, теории словобразования тогда еще не существовало. Она вся растворялась в учении о составе слова. Мы и не предполагали, что будем свидетелями и участниками формирования теории русского словопроизводства. Я, наверное, буду вам говорить истин, которые вы знаете, но потому вы их и знаете, эти истины, и потому они являются действительно истинными, потому что вот в то время они еще таковыми не были, и в то время они создавались. К этому времени в литературе было немного работ, на которые можно было твердо переться при изучении предмета. Да, так, да. Известно, что в 1906 году была выпущена статья профессора Московского университета Григория Васильевна Акура «Заметки по русскому словобразованию». Основная на идеях Будуэнда Куртына и Фортунатова, она предлагала оригинальную точку зрения на поднимаемую проблему. В 1952 году была выпущена статья академика Виктора Владимировича Виноградова «Слобобразование в его отношении грамматики и лексикологии на материале русского и родственных языков», в которой поднималось много теоретических вопросов, и главный из них вопрос – вопрос о статусе «Слобобразование в системе языка». Статья была опубликована в знаковом для того времени сборнике «Вопрос теории и истории языка в связи с трудом Сталина по языкознанию». Вот почему-то сейчас вторую часть названия сборника «Стыдливо опускают». В 1953 году была выпущена также брошюра Николая Максимовича Нишанского «Основы словобразовательного анализа». Вот и всё, пожалуй. Виталий Николаевич Марков, конечно, знал эти работы, но использовал в своём спецкурсе только те положения, которые он принимал или чаще подвергал классической оценке. Марков широко использовал и развивал те положения, которые были отражены в его кандидатской диссертации, форму имён в языке судебников XV-XVI веков. Безусловно, эта работа, выполненная автором в Ленинграде, несла в себя передовые идеи его ленинградских научных консультантов, профессоров Александра Соколовой и Бориса Александровича Ларина. Уже на первой лекции мы были почти шокированы, в хорошем смысле этого слова, от тех взглядов, которые излагал лектор. И мы уже забыли о своих чувствах, которые испытывали до начала занятий. Первое, что мы услышали и приняли с восторгом, это требование категорически разграничить словообразовательный анализ и разбор слова в состав. Позже в своих работах мы никогда не смешивали эти два анализа, чего нельзя сказать об учёных других научных школах и особенно школьных учителях. В школьных учебниках до сих пор эти два анализа не разграничиваются с невходимой чёткостью. Весьма последовательно проводил Марков вторую идею своей концепции «Связь и взаимодействие словообразования и словоизменения», о чём тоже мы слышали из доклада Искандера Энгельевича. Позже вместо понятия словоизменения он будет употреблять понятие с формообразованием. Такое внимание этой проблемы, безусловно, является реакцией Маркова на указанную работу Виноградова. Важная единица этих двух изоморных систем является основа слова. Словоизменение – это часть слова без окончания. В словобразовании использовались понятия «производящие», «производные» и «непроизводные» основы. Виталий Михайлович подверг не только критике, но и осмеянию существующей определения основы как части слова, цитирую, которое остаётся, если отнять от слова окончание. Это формула Ирины Андрея Нелемской из учебника для вузов. Именно на этом семинаре, если взять от слова добрость окончания, поручится снова. Именно на этом семинаре Марков представил, какой эффект вызвало бы в аудитории биологов определение ствола дерева, как его части, которая остаётся, если отпилить корень и крону. Но тем не менее так. Виталий Михайлович предлагал оставить понятие основы в слове изменения, при условии, если ей будет дано приемлемые научные обоснования. Такое определение есть и принадлежно, но представитель Казанской логистической школы, ученику Бдуэнд-Куртене Андрея Ивановича Настасьева. Он писал, что темой или основой слова называется та часть его, которая повторяется в группе слов, видоизменяющихся только в окончании. Ну, просто прелесть. Близко к этому определению господи Александр Шахматов, а из советских учёных, вернее всего, основу определял профессор, опять-таки, Ленинградского университета Юрий Сергеевич Маслов. Вот непонятно, почему такие прекрасные определения, я уж их не буду повторять, времени мало, почему не они вошли в нашу законодательную слабообразовательную науку, а вот это, в общем-то, дискредитирующее наше наукоопределение. Часть слова, которое остаётся, если отбросить окончание. В слабообразовании следует выделять, как считал Марков, не основу, а семантико-фономатический коррелятив. Этот термин, однако, не прижился в теории слабообразования даже в работах казанских древотологов, хотя он весьма точно передавал суть этой части соотносимых слов, находившихся в отношениях производности. Казанские древотологи применяют в своих работах понятие «основу произведящее слово» и «произведящее основу» и тому подобное. Понятие «сотнесённость» Марков придавал особое значение при проведении слабообразовательного анализа, призывая чётко различать то, как слово образовано, этимологический момент и с чем она соотносится в тот или иной исторический период, в том числе и в современном русском языке. При нахождении «сотнесённости» Марков предлагал учитывать только данную параллель и двустороннюю связь её компонентов. Именно такой подход к данной категории слабообразования объясняет возможность развития в коррелятивной паре взаимной и обратной соотнесённости. Эти феномены слабообразовательной системы будут открыты позже учениками Маркова. В то же время при выяснении способа образования слова, возникшего как новой лексической единицы, предполагается односторонняя связь при наличии определённых, соотнесённых друг с другом лексико-грамматических групп. То есть это слабообразовательный тип или там слабообразовательный ряд. Виталий Михайлович убеждал нас, что живой слабообразовательный процесс не связан с корнем слова. Это было революционно, как так? Слабообразований нет там никакого корня. Корень есть в морфемном анализе. Поскольку в нём участвуют два определённых слова в слабообразовании – производящие и производимые, из которых первое, вот это очень важный момент, первое, безусловно, является непроизводным с точки зрения второго. Это очень важная мысль, которая, к сожалению, не получила пока достойного анализа. С ней в какой-то степени связана ещё одна идея, являющаяся знаковой для концепции Маркова. Семантика, фономатический коррелатив или производящая слова в процессе слова производства имеют значение морфемы. Именно на этом семинаре Марков дал определение морфемы, которое является наиболее полным на сегодняшний день. Под морфемой понимается элемент слова или формы, отражающий определённые типовые значения в ряду родственных образований и служащие для возникновения новых слов или форм в результате так называемой аналогии. Это определение настолько ёмкое, что может лечь в основу отдельного спецкурса. И ещё очень важное замечание. Морфема – это показатель соотнесённости между словами, представленный комплексом фономорфем. Виталий Михайлович взял три типа морфемы. Это фономорфемы, синоморфемы и омоморфемы. Ну, что это такое, в общем-то, понятно и без расшифровки. В словозажной концепции, которую излагал Марков на спецкурсах, было вот две новых категории. Это нулевые словобразовательные морфемы, нулевые суффиксы, и существительные местеменного склонения. О нулевых морфемах говорят со времён Будуэна и Фортунатова, но говорят об окончаниях нулевых. А вот именно Марков довольно-таки аргументированно заговорил о нулевых словобразовательных морфемах. Ну, идеи-то мелькали, но они не были так, кстати, обоснованы и так далее. Ну, я могу вам сказать, какой шум и даже более того вызвало вот это выделение нулевых словобразовательных морфем у традиционно мыслящих лингвистов. Шумели до тех пор, пока она, эта категория, не была утверждена авторитетом академической грамматики, кстати, шумят до сих пор, но уже меньше. Всё же академическая грамматику твердила. Марков решительно выступил против традиционной трактовки субстантивированных прилагательных, как процесса перехода прилагательных в существительное. Прежде всего он определил сущность субстантивации как процесса словопроизводства, имеющей много общего с процессом морфологического словообразования. В конце концов, уже в 70-е годы он отнесёт образование словосепоничное, учительское и пирожное в сферу семантического словообразования. Ещё на семинаре Марков говорил о тесной связи и взаимодействии морфологического словообразования с другими словобразовательными способами и, в первую очередь, с лексико-семантическим способом. Позднее он разработает свою теорию довольно-таки интересную семантического способа словообразования в русском языке. При оценке слов, рассматриваемых как прилагательные, перешедшие в существительные, он высказит своего рода афоризм. Наша наука страдает от обилия само собой разумеющихся истин. Ну, что такое основа слова? Это часть слова без окончания. Само собой разумеющиеся истин взяли, окончание сбросили, и получилась основа. Что такое слова типа нищий, богатый, так далее? Да прилагательные, вот, перешедшие в существительные. Вот эти истины простые, то есть, само собой разумеющиеся истины, они и очень сильно засоряли, и в какой-то степени засоряют до сих пор нашу лексическую науку. И Виталий Михайлович Марков всю свою творческую жизнь боролся с этими истинами, возводя на их месте образцы истинно-научного исследования. У меня тут еще кое-что есть, но я знаю, что вот кроме меня есть еще и другие выступающие. Вот, я закончу только одним. Именно в Казанском университете, как в одном из первых университетов Советского Союза, был введен курс словобразования русского языка. До нас, вот в нашем университете и во всех других было... Ну, что такое словообразование, например, в существителях? А, вот там суффиксы, перечислялись суффиксы, префиксы и так далее, и примеры давали. Вот вам есть словообразование. А мы разработали теорию словообразования. И одним из первых, ну, я думаю, что московский был, может, пораньше у нас, одним из первых университетов, который ввел систему современного русского языка теорию словообразования, был именно Казанский университет, благодаря тому, что творилось вот в те 50-е годы прошлого столетия. Спасибо за внимание. Спасибо вам, Геннадий Алексеевич, за ваше серьезное, скрупулезное исследование научно-исторического наследия одного из видных представителей Казанской лингвистической школы Виталия Михайловича Маркова. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы переходим к следующему докладу, и слово для выступления предоставляется доктору-педагестик наук, профессору Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого Людмиле Петровне Халяпиной. Хочу сказать о том, что тема моего выступления посвящена вопросам лингводидактики. То есть, очень хорошо, что у нас сегодня разнообразные сферы представлены, то есть, у нас была и клиническая лингвистика, и в целом лингвистика, как наука, связанная с фонологией, с прочими аспектами. Ну и теперь вот вопросы лингводидактики. Причем вопросы лингводидактики, связанные с профессионально ориентированным обучением иностранным языкам. Так как я уже говорила вам о том, что представляю здесь Политехнический университет, вот на экране вы его видите, это главный корпус, это наша парадная лестница, вот приветствие тут от студентов нашего университета на экране. И, так, сейчас разберемся, да. Так, и еще раз тема теоретические особенности, разрабатываемого в российской и европейской науке интегрированного предметно-языкового обучения. Что касается этой темы, сегодня вопросы предметно-языкового интегрированного обучения в системе профессионально ориентированного, профессионально ориентированной лингводидактики является очень актуальным, востребованным, так как мы в системе профессионального образования, да, уже на протяжении многих лет, конечно, реализовываем задачи обучения языку не в общем смысле, не general language, а именно профессионально ориентированный язык, то есть через обучение иностранному языку обучаем еще и профессиональным дополнительным знаниям, навыкам, каким-то умениям, то есть иностранный язык играет функцию профессионально ориентированной дисциплины, особенно на старших курсах, на третьем, четвертом курсах у нас в бакалавриате и на уровне магистратуры. Политехнический университет это 32 700 студентов, то есть это очень большое количество студентов, и поэтому вот эти вопросы мы очень внимательно изучаем. Итак, проблема моего сегодняшнего доклада заключается в следующем. Прежде всего, рассмотреть в сравнительном таком варианте теоретические подходы, теоретические особенности, существующего в российской науке профессионально ориентированного обучения иностранным языкам, и сопоставить эти основы с теоретическими концепциями КЛИЛа, известная всем эта аббревиатура, КЛИЛ это Content and Language Integrated Learning, то есть именно предметно-языковое интегрированное обучение. Но и третий вопрос, это раскрыть общие и различные стороны этих двух подходов. И моя задача вообще как ученого, я этим занимаюсь уже на протяжении последних лет, сама пришла к выводу о том, что нет необходимости нам следовать четко вообще по тем направлениям, научным дорогам, которые разработаны в европейской системе. у нас очень богатая российская методическая система профессионально ориентированного обучения. Но я, как ученый, не хочу категорично на этом настаивать, я хочу представить вам, предложить аргументы, да, и вообще преподавателям, ученым, занимающимся этими вопросами, предлагаю самостоятельно делать выбор. Либо мы следуем принципам европейской системы интегрированного обучения, либо мы следуем принципам российской системы профессионально ориентированного обучения, либо мы можем занимать какое-то промежуточное положение между тем и другим. Все возможно, но в зависимости от конкретных условий вуза, от конкретных условий того или иного педагога, который самостоятельно определяет для себя цели обучения. Итак, начальный этап, ну, буквально кратко хочется сказать, то есть, вот, смотрите, я параллельно провожу, во-первых, исследование того, каким образом зарождалось у нас профессионально ориентированное обучение, да, в российской системе образования, это еще 50-е и 60-е годы, это, вы видите, те идеи, которые были актуальны, да, то есть, начинать рассматривать иностранный язык как средство все-таки ознакомления пока еще на первом этапе с терминологической базой, с профессионально ориентированными текстами, то есть, вот, начальное такое приобщение к профессиональным знаниям, профессиональным умениям. Параллельно развивается в европейской системе в это время так называемый English for Specific Purposes ESP, Hutchinson, основная фамилия здесь разработчика, ну, и некоторые другие, вы их видите, то есть, мы, в принципе, с ними развиваемся, развиваем эти направления параллельно, параллельно, но, может быть, в европейской системе всегда более концентрировано работают группы ученых над какими-либо направлениями, больше научных центров создавалось и работало. У нас, с учетом все-таки размеров нашей страны, отдаленности вузов, отдаленности научных школ, не всегда вот эти идеи где-то интегрированы в одном месте, обобщены и известны всем представителям научных школ страны. Вот в этом недостаток. Что касается следующего этапа, 80-е и 90-е, то очень активно в российской лингводидактике начинает развиваться научная школа Серовой Тамары Сергеевны. Это Пермский политехнический университет, но я изучаю опыт, прежде всего, научно-педагогически-технических вузов, политехнических вузов, но в какой-то степени, конечно, классические университеты тоже занимаются этими вопросами, обучая иностранным языкам неязыковые факультеты, да, то есть это вот другое направление. И именно Тамара Сергеевна подготовила уже около 50, кстати говоря, кандидатов наук по теме обучения профессионально-ориентированному чтению, разработанной концепции, подхода, направления, которые базируются на работах наших известнейших, знаменитых психологов, лингвистов, лингводидактов. Это, чуть позже, это я хочу назвать фамилией прежде всего Льва Семеновича Выгодского, да, без его зоны ближайшего развития, вообще личностного развития, которое обережать должно процесс обучения, невозможно рассматривать вообще современные проблемы образования. Это контекстное обучение, это компетентностный подход в обучении, который разрабатывал в связи с Зимней Ириной Алексеевной и дальше Пасов Ефим Израилевич, известный всем лингводидактам фамилии, да, то есть это вот наша такая серьезная база, на основе которой развивалось профессионально-ориентированное обучение. К сожалению, сегодня очень многие об этом забывают. Я часто бываю на конференциях, и вот этот такой достаточно глубокий крен, что ли, ну, крен, наверное, не может быть глубоким, да, но очень такой явно выраженный в сторону content and language integrated learning меня лично начинает волновать и беспокоить. То есть наши школы забывают и не вникают вообще, не изучают наши корни научные, методические, психологические, и это очень печально. И если посмотреть, допустим, вот с правой стороны, это уже появление как раз концепции content and language integrated learning, которая разработана, была под руководством Дэвида Марша, и с ним большая группа потом была уже объединена ученых европейских стран, это Духойл, это известная сегодня Тереза Тин, Павел Виктор Павон и так далее. И если посмотреть, если сравнить, вот смотрите, принципы, на основе которых строится европейская система, ведь они как раз базируются на некоторых наших ученых, наших достижениях, наших ученых. Вот я уже называла некоторые концепции нашего профессионально ориентированного обучения. С правой стороны четыре основные компонента или концепции как принципа предметно-языкового обучения европейской системы. Это содержание content, это communication как коммуникация, это cognition развитие и culture. То есть вот все те компоненты, которые присутствуют и в нашей теории профессионально ориентированного обучения. Если внимательно почитать научные исследования Пермской научной школы, то вы увидите и cognition, который на основе как раз наших психологов разрабатывается, communication, о котором я уже сказала. Ну, естественно, межкультурная коммуникация в этом случае как culture и content, то есть это специальный отбор профессионально ориентированных текстов, которые разрабатываются в соответствии с концепцией контентного обучения вербитского, контекстуального обучения. Поэтому вот в этом очень много общего. Очень много общего. И если посмотреть, вот, Лев Семенович Выгодский и почитать его работы, особенно мышление и речь, да, которую изучают все специалисты в области лингводидактики, и который как раз обосновал вот эту идею о том, что, ну, дальше и Леонтьевы оба, и Алексей Николаевич, и Николай Николай, и Алексей Алексеевич занимались этими вопросами развивающего обучения и дальше нашей школы Давыдова и Льконина, то есть вот это все говорит о богатейшей нашей теоретической, отечественной теоретической базе развития как образования в целом, так и профессионально ориентированного обучения. Ведь что такое сегодня развивающее обучение? Мы с вами реализуем эти задачи уже на уровне новых технологий, современных технологий, интерактивных технологий. Мы сегодня говорим, что сегодня не может доминировать информационный тип обучения, только развивающее проблемное обучение, которое мотивирует, активизирует познавательную деятельность студентов. И наши уважаемые студенты, которые здесь присутствуют, думаю, тоже понимают, что насколько интереснее им присутствовать на занятиях, когда преподаватель им задает проблемные вопросы, включает в эту дискуссию, заставляет мыслить, думать, высказывать собственное мнение, а не только запоминать и заучивать тексты из учебников. То есть это совершенно другое отношение к учебе, совершенно другое формирование личности, в том числе профессиональной личности, профессиональных качеств личности и так далее. Поэтому вот зона ближайшего развития, которая разработана Выгодским, она и сегодня очень актуальна. И контекстное обучение Вербицкого, вот еще раз я вывожу на экран, то есть тоже уже не буду останавливаться, это еще одна такая концептуальная теория, которая очень важна для профессионально ориентированного обучения. Ведь здесь речь идет о чем? Что именно специально подобранные профессиональные тексты, специально подобранный контекст должен быть включен в систему профессионального обучения иностранным языкам. Ну и вот о клиле я уже говорила, их направление, перечни фамилии здесь вы видите. И опять же, если сравнивать, то концепции, принципы, как мы сказали, очень похожи. Вот они, конечно, больше очень серьезный акцент делают на когнитивное развитие студентов, и обучение ведется несколько иначе. Конечно, сама последовательность, технология обучения отличается. Теоретические основы клеила, вот здесь я тоже вывела на экран, тут в качестве, ну, на всех останавливаться, видите, время у нас ограничено. Так, сколько я минут? Еще минут 10 есть, да? Меньше, 5 минут. Ну, буквально на первые 2, вот первые 2 графика, обратила бы ваше внимание, первая фамилия как раз Выгодский, посмотрите, английским сперрингом написано. То есть вот именно те работы Выгодского, положенные в основу клеила, о которых я говорила. Потому что здесь когнитивное развитие личности – это основа. Дальше Джером Бруннер, известнейший педагог американский, который работал, то есть педагог и психолог, который ссылался на работы Выгодского, но, так сказать, прожил почти в 3 раза больше, и написал очень много Выгодскому, не повезло, он в 37 лет уже умер из-за болезни. А вот Джером Бруннер прожил 101 год и очень эффективно писал, в том числе у него там есть и по Process of Education, Process of Development, очень много интереснейших работ по теории образования. Вот он тоже, его исследование работы в основе КЛИЛ. Здесь же таксономия Блума и так далее. То есть для тех, кто этим интересуется, я думаю, что вот это все очень интересно посмотреть. Ну и теперь о сходствах. О сходствах я уже сказала, то есть мы посмотрели параллельно то и другое, что теперь общее. Общее – это как раз именно те принципы, на основе которых строятся эти два подхода. Это российский наш профессионально ориентированное обучение. Он, кстати говоря, не стоит на месте. Сегодня уже очень много работ появляются, работы, которые называются интегрированное профессионально ориентированное или интегрированное обучение иностранным языкам и профессиональным дисциплинам. И вот предметно-языковое обучение в европейской системе. По различиям, посмотрите, я не буду их зачитывать на экране, но здесь различия прежде всего, вот когда мы исследовали эти вопросы, большие проблемы возникают, вот посмотрите на этот слайд, во взаимодействии преподавателей и профессорско-преподавательского состава. В европейских университетах, я общалась вот с этими учеными, у них нет никаких проблем, они абсолютно четко понимают, что такое КЛИЛ и что обучать интегрированному варианту английского возможно только, английского и профессиональных дисциплин, только в сотрудничестве между преподавателями языковых дисциплин и профессиональных. Тандем-группы существуют, у нас, кстати, тоже в некоторых вузах они начинают разрабатываться. Но вот посмотрите, здесь уже чисто такой технологический, что ли, подход, каким образом осуществляется работа с языковым материалом, с текстом, когда речь идет о КЛИЛ и когда речь идет о профессионально ориентированном обучении. Некоторые различия есть. В завершении буквально завершаю два слова. Вот хотела показать три выявленных мной такие варианта реализации профессионально ориентированного обучения, интегрированного в наших сегодня научных школах. Первое, это все-таки, вот я рассматриваю вариант, который разработан школой Серовой и Татьяны Сергеевны. Детально на экране посмотрите, не буду останавливаться. Второе, это вариант, который достаточно, то есть тот вариант абсолютно независимо от КЛИЛу Серовой, да, полностью ориентирован на наши российские научные основы. Второй вариант, он сегодня активно разрабатывается в Ижевском техническом университете. Вот Крылов Эдуард Геннадьевич докторскую диссертацию в этом направлении защищал, его коллеги, многие другие в стране. То есть здесь очень близко к принципам КЛИЛ, то есть они, в общем-то, следуют этому направлению и достаточно, так сказать, близко идут. Третье я выделяю, это вот ваша коллега Ляля Леонардовна Салихова. Но здесь можно рассматривать разные варианты, да, я уже определяю, что это вообще ближе к EMI. Сегодня это обучение профессиональным дисциплинам на основе неродного языка. И очень ценно то, что сегодня вот в работах Ляля Леонардовны появляется уже интеграция иностранного языка, русского языка и родного языка татарского при обучении профессиональным дисциплинам, при обучении математики, допустим. Это тоже такое новое направление, которое я лично сама в интернет отыскала и вышла вот на вашу коллегу, и мы стали с ней общаться, я приглашала ее к нам в университет, потому что это вот сфера моих научных интересов, научных интересов моих коллег, и мы в настоящее время пытаемся объединиться, то есть ученые, преподаватели разных вузов страны, мне хочется донести до всех то, что наработано в каждой из этих школ. Все, спасибо большое за внимание. И для заключительного доклада слово предоставляется ведущему научному сотруднику Института русского языка имени Миноградова Российской академии наук доктору филологистик наук Маргарите Ивановне Тернышовой. Уважаемые коллеги, мы уже услышали несколько очень интересных докладов, посвященных самой разнообразной тематике, а теперь позвольте обратиться к академической науке и познакомить вас с состоянием дел в русскоисторической лексикологии и лексикографии. Русскоисторическая лексикология и лексикография два взаимосвязанных и активно развивающихся направлений в современной лингвистике. Комиссия по лексикологии и лексикографии при Международном комитете словистов подготовила к предстоящему 16-му съезду словистов в Белграде съезд состоится в 2018 году новый международный коллективный труд под названием «Лексикология и лексикография славянских языков». Сейчас рукопись находится в издательствах. В частях, посвященных исторической лексикологии славянских языков и русского языка, в ряде исследований прослеживается мысль, что лексикология и лексикография представляют собой единую дисциплину. При этом лексикографическое описание понимается как метод или условие успешного лексикологического описания. В этом смысле показательно высказывание болгарской исследовательницы Элки Мерчевой. Ее мысли относятся к исторической лексикологии болгарского языка. Но, тем не менее, обратите внимание, до сих пор недостаточно специальных исследований, что имеет логическое объяснение. По ее мнению, в палеословистике источниковедческая текстологическая издательская работа находится на начальном исследовательском уровне, этапе. А чтобы иметь ключ к критически обработанному тексту, лексиколог должен опираться на какой-нибудь тип пештана лексикографического оформления. Это, на самом деле, принципиальный вопрос, и он касается целого исследовательского поля в области исторической лексикологии. Конец цитаты. Итак, обратимся к состоянию дел в русскоисторической лексикографии. Среди очевидных достижений одним из главных следует признать тот факт, что в трудных условиях 90-х годов, прошлого и начала нынешнего века крупные многотомные исторические словари русского языка, словарь древнерусского языка 11-14 веков, словарь русского языка 11-17 веков, словарь русского языка 18-го века не прекратили своего существования. Мало того, по мере продвижения во времени их создатели, не прерывая издания, добились усовершенствования своей работы и продолжают осуществлять плодотворное развитие начатых проектов с учетом новых требований современной науки. В 2004 году к этим словарям присоединился активно развивающийся словарь обиходного русского языка Московской Руси 16-17 веков. Уже вышло 7 выпусков. В прошлом году группа многотомных исторических словарей пополнилась большим словарем церковно-славянского языка нового времени. Подготовка многотомных исторических словарей, изданий, изданий которых длится несколько десятилетий, приводит к возникновению ряда проблем, хорошо известных специалистов. Первый из них можно назвать проблему изменения первоначальной концепции словаря. Эта проблема относится в первую очередь к словарю русского языка 11-18 веков, где процесс изменения исходной концепции протекал очень сложно. Словарь, задуманный первоначально как научно-популярный лексикон, уже в процессе издания начал развиваться в другом направлении и постепенно стал превращаться в словарь академического типа, каковым он и является в настоящее время. Сложная концепциальная перестройка наметилась почти сразу после начала издания в 1975 году и была вызвана не только реакцией мировой научной среды, но и внутренними процессами, накапливавшимися внутри авторского коллектива. Вторая проблема, определяемая той же причиной, то есть длительностью периода подготовки к печати и осуществлению издания, это устаревание материала, опубликованного в начале издания. Осознание этого факта подталкивает к необходимости поиска форм обновления. Лексикографы понимают указанную проблему как импульс к совершенствованию проекта, который решается разными способами, например, путем оптимизации использования и расширения лексических накоплений. Такого результата можно достичь благодаря привлечению новых источников и новых публикаций памятников письменности. И вот примеры относятся к словарю русского языка XVIII века. Указатели к некоторым древнерусским рукописям, сайт, манускрипт, Санкт-Петербургский корпус о географических текстах, указатели к казанским памятникам XVI-XVII веков, электронной инцепитарии Штерна, памятникам славянской гимнографии и другие. Информация о новых источниках приводится, как правило, в предисловиях к выходящим выпускам. Кроме того, проблема устаревания частично снимается благодаря подготовке дополнений и исправлений к вышедшим выпускам. В словаре древнерусского языка XI-XIV веков сам в начале со второго выпуска сложилась традиция публикации исправлений к вышедшим выпускам. Подобная практика в словаре русского языка XI-XVII века выглядит иначе. Только в приложении к XXVII выпуску были помещены подробные дополнения и исправления к первому выпуску, а в приложении к XXVIII исправления ко второму. А затем эта традиция была нарушена, и начиная с XXIX выпуска дополнения касаются только предыдущих букв, то есть в XXIX выпуске S и в XXX S и T. Одним из показателей совершенствования работы следует считать, ведущиеся в исторических словарях работы по подбору иноязычных оригиналов к переводным памятникам письменности. Ну, преобладают у нас переводы с греческого языка. В словаре древнерусского языка эту работу ведет последовательно Прокопенко. Первая подборка для источников словаря русского языка XI-XVII веков была опубликована в справочном томе 2001 года, а затем дополнительные материалы в XXX выпуске. Существует специальное исследование, посвященное особенностям работы в историческом словаре с большим числом древних переводных произведений. Деятельность по поводу греческих оригиналов в последнее время стала существенно легче благодаря электронным публикациям, помещенным в интернете, и электронному ресурсу Тезауру с лингвой Греции. Что касается оригиналов на других языках, то следует отметить большую помощь, которую оказывает историкам русского языка и словарникам шведская исследовательница Ингрид Майер, ведущая работы по поиску и идентификации западноевропейских оригиналов к вестям-курантам. Понятно, что для оптимального решения проблемы устаревания словаря кардинальным шагом было бы его переиздание в усовершенствованном виде, то есть снесением дополнений и исправлений, хотя бы начальных томов многотомных изданий. Этот вопрос постоянно звучит в научных кругах, но даже обсуждение его видится преждевременным. Новые явления. В области русско-исторической лексикографии можно отметить новые явления, свидетельствующие об активном развитии этого направления лингвистики, обращать на себя внимание появление новых жанров и их совмещение, а также формирование новых направлений деятельности. В связи с этим следует отметить тот факт, что помимо словарей, называемых историческими словарями русского языка общей филологического типа, существуют другие типы. Среди такого рода исторических словарей особого внимания заслуживает, безусловно, издающийся с 1967 года многотомный Псковский областной словарь с историческими данными. Сопровождающие проекты Об активной работе в области русско-исторической лексикографии свидетельствуют проекты, сопутствующие подготовке и изданию словарей. Сопровождающие проекты, которые содействуют многостороннему и разностороннему представлению материала. Они становятся также новыми лингвистическими инструментариями, которые способствуют и совершенствованию лексикографической интерпретации и проведению дополнительных лексикологических и историко-культурных изысканий. Таким сопровождающим проектом стал создаваемый сотрудниками словаря русского языка XVIII века Лексический фонд русского языка XVIII века, в котором будет представлена полная реестровая фиксация лексики русского языка XVIII века. Реестр, они называют, лексики русского языка XVIII века, на основе которого ожидается формирование обратного словника. Кроме того, сотрудники словаря русского языка XVIII века обсуждают вопросы создания электронного словаря вариантов. Многотомные словари сопровождаются и другими начинаниями. Некоторые подобного рода разработки удается осуществить в ходе подготовки самого словаря, и это способствует совершенствованию основной работы. Так случилось со справочным томом, к словарю русского языка XI-XVII веков, построенном на материале 25 опубликованных выпусков. Там много указателей источников и обратный словник. В других случаях сопровождающие проекты вынуждены были отложить, поскольку все силы и время составителей забирают составление крупного лексикона. Так происходит, по-видимому, замыслам словаря языка житии русских святых XVI-XVIII веков, который создавался параллельно со словарем обиходного русского языка Московской Руси XVI-XVII веков, и осуществлению которого предшествовала публикация нескольких житий со словниками. Об этом в работе Герта. Кроме того, время от времени лексикографы сами берутся за смежные задачи, не дожидаясь помощи коллег близких специальностей. Об этом свидетельствует серия публикаций памятников древнерусской письменности, осуществленных лексикографами, сотрудниками словаря древнерусского языка XI-XIV веков. К крупным новым проектом относятся создающиеся в Санкт-Петербурге исторический лексикон словаря русского языка XIX века, концепция которого оформилась сравнительно недавно. Составление словаря русского языка XIX века, обратите внимание, XIX век теперь воспринимается как исторический. Сопровождает осуществление научного проекта лексико-семантические инновации в русском языке XIX века и формирование на первом этапе исследования связанного с ним дифференциального словника, который должен учитывать только элементы нового. Ведется также работа по созданию электронной базы текстов. Весь комплекс лексикографических и лексикологических задач особенно значим для изучения и описания словарного состава русского языка XIX века, поскольку это время сложения норм общенационального литературного языка, отражающего важность двига в культуре и общественном сознании. Обсуждение вопросов исторической лексикологии и лексикографии постоянно происходит на профессиональных конференциях в России и за рубежом. И среди публикаций очень важно отметить издающийся с 1972 года Санкт-Петербургским университетом сборник исторической лексикологии и лексикографии. Я хотела вам сказать, что еще вышло несколько сборников в Санкт-Петербурге в 2015 году современные проблемы лексикографии по результатам апрельской конференции. Затем сборник по результатам октябрьской конференции 2015 года в Софии. И, наконец, еще один важный сборник, который выпустили сербские коллеги с таким же названием «Лексикология и лексикография современные подходы». Вот как раз появился сербский сборник. Вообще происходит, так сказать, без моего участия здесь. Одним из перспективных направлений может стать более интенсивное развитие исторической тематической лексикографии русского языка. Интересные образцы уже существуют. Вот примеры образцов исторической тематической лексикографии русского языка. Это новые публикации 2017 года в этом направлении. Две книги одна Галина Яковлевна Романовой и другая моя обе книги я привезла и подарила Казанскому университету. Об активном развитии этого направления вот я особенно обращаю внимание на это направление, то есть историческая тематическая лексикография русского языка. Итак, об актуальности развития этого направления свидетельствует тот факт, что в Институте польского языка Польской академии наук в Кракове реализуется проект тематического словаря старопольского языка. Основываясь на теории словесного поля, в нем будет собрано и представлена лексика и лексическая семантика старопольского языка. Заголовочным словом в словаре станет каждое из значений самостоятельных слов, собранных в старопольском словаре. Таким образом, в сумме новый словарь будет насчитывать 180 тысяч заголовочных слов, в то время как в старопольском словаре, то есть, если располагать слова по порядку, то их будет примерно 22,5. Какие существуют электронные ресурсы для работы со словарями, вот со словарем древнерусского языка 11-14 века на сайте Института русского языка имени Виноградова размещена электронная информационно-поисковая система. На сайте этимологии истории слов русского языка в формате PDF находится 28 томов словаря русского языка 11-18 веков и другие словари, в том числе историко-этимологический словарь Черныха. Справочники по этимологии исторической лексикологии русского языка на сайте онлайн словари.com, где в электронном виде представлен словарь древнерусского языка 11-14 века. Ну, говорить о национальном корпусе русского языка РУС, Корпора РУ, по-видимому, в этой аудитории нет необходимости, вы об этом все знаете. Русская литература и фольклор находится электронная версия словаря русского языка 18-го века, а границы выпусков на сайте Санкт-Петербургского института лингвистических исследований. Информацию о создающемся на базе межкафедрального словарного кабинета имени Ларина словаре обиходного русского языка Московской Руси 16-го-17 веков можно получить на сайте, который указан в конце. Это, конечно, не полная информация, но все же сказанное позволяет составить представление о некоторых достижениях в области исторической лексикографии русского языка. Теперь возвратимся к коллективному международному труду, о котором было сказано в самом начале доклада. Работа состоит из трех разделов. Первый чисто лексикографический, сравнительная лексикография славянских языков, а вот второй и третий соответственно имеют название историческая лексикология славянских языков и историческая лексикология русского языка. В исследованиях по исторической лексикологии и представлено содержание следующих параметров этой области языкознания, определение источников, генесис и динамика развития тематических и лексико-семантических групп, история изучения отдельных слов, вопросы исторической семасеологии и закономерности изменения лексико-семантической системы, анализ эволюции сферы употребления лексических средств и их стилистических качеств, характеристика территориального распределения лексики, вклад в диалектные лексики и местных лексических особенностей в развитии национального языка. Исследованы и описаны источники пополнения словарного состава в разные исторические периоды развития языка путем заимствования из разных языков, расширения семантического поля, возникновения новой сочетаемости, развития новых слабообразовательных средств, выделяются области появления неологизмов. Авторы осмысляют проблемы с синонимией, амонимией, полисемией, паранимией, особенности их возникновения и функционирования. А также демонстрируют явления, характерные для развития и взаимодействия близкородственных языков и диалектов. Указывается, что главной проблемой исторической лексикологии как самостоятельной дисциплины является отсутствие общей методики. Об этом напомнил в своем очерке Судаков. Цитата. Констатируем в качестве проблем современного развития отставания в разработке методологических и методических вопросов исторической лексикологии, а также отсутствие координации и редкие попытки коллективных исследований. Итак, итоговый международный коллективный труд лексикологии, лексикографии славянских языков включает фундаментальные исследования, опирающиеся на современные научные достижения. В общей сложности в работе принимали участие 30 ведущих специалистов в области лексикологии и лексикографии из 11 славянских стран, а также 8 переводчиков, осуществивших сложный труд переложения авторских разработок в разделы исторической лексикологии славянских языков на русский язык. Третья часть. Историческая лексикология русского языка состоит из 7 работ, посмотрите, пожалуйста, здесь есть и ваш коллега, написанных 9 авторами из России. Это Генералова. Лексика европейского происхождения в непереводных памятниках русского языка 16-17 веков. Добродомов Шаповал, присутствующий в этом зале, к изучению тюркского лексического вклада в русском языке и итоги перспективы. Калиновская зрения, Санкт-Петербург. Лексическая семантика в пространстве словаря русского языка 19 века. Малышева, Санкт-Петербург. Из истории изучения лексики русского языка 18 века. Мызников. Лексика прибалтийско-финского происхождения в памятниках письменности и в русском литературном языке. Новок, Казань, Россия. Видела ее, да? Об изучении церковно-славянской лексики вторая половина 20-го, начала 21-го века. И, наконец, Судаков. Очень мощный очерк русско-исторической лексикологии до национального периода 11-17 века. Благодаря разноаспектности и глубине проблемного рассмотрения работы третьей части, посвященной вопросам исторической лексикологии русского языка, вносят серьезный вклад в изучение данной темы, и они могут стать основой для создания в будущем обобщающей работы по исторической лексикологии русского языка. Спасибо за внимание. Мы еще раз поблагодарим всех наших глубоко уважаемых докладчиков. Пленарное заседание конференции Ивана Александровича Будуэнда Куртене и мировая инвестика подошла к концу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова